Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. Коронавирус, мера поддержки бизнеса и как предпринимателю получить безвозмездную финансовую помощь от государства в размере одного мрот на каждого штатного сотрудника. Подробнее узнать о мерах поддержки организации предпринимателей, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, а также о порядке получения субсидий можно узнать на специальных страницах. Коронавирус, мера поддержки бизнеса, субсидии для малого бизнеса, в разделе сервисы и госуслуги. Все сервисы по мерам поддержки бизнеса объединены в блок COVID-19. Сервис отразит все действующие и доступные для налогоплодельщика меры поддержки. Он также автоматически проверяет возможность получения отсрочки или рассрочки по плате налогов и взносов, субсидий для малого и среднего бизнеса, а также действия моратория на банкротство. Если никаких специальных мер для указанной компании не предусмотрено, сервис покажет остальные меры, которые действуют для бизнеса. Говорим мы сегодня на эту тему. Я представляю гостя в студии Глеб Александрович Ружковский, заместитель руководителя УФНС России по Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, в России с апреля действуют беспрецедентные антикризисные меры поддержки бизнеса. Утвержден порядок получения финансовой помощи. Вот скажите, пожалуйста, какие налоговые послабления сейчас предусмотрены, кому они полагаются и как получить вот эту самую на сегодня необходимую государственную поддержку? У нас стоит, наверное, начать с того, что очень много законодательных актов в этом году вышло, которые направлены именно на поддержку бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции. Эти законодательные акты, они идут в двух плоскостях. Это законодательные акты на уровне правительства Российской Федерации, принимаемые и региональные законодательные акты. Соответственно, меры поддержки, их можно условно разделить на несколько блоков. Первый блок, он связан с переносом сроков уплаты налогов, соответственно, с представлением отсрочек. И второй блок, он связан непосредственно с прямой финансовой помощью, с выделением субсидий, которые выделяются организациям в наибольших пострадавших отраслях. Эти субсидии нецелевые, соответственно, они выделяются на развитие и на сохранение, скажем так, своего бизнеса. Вот этот вот второй блок, он отдельно законодательным актом закреплен, и сейчас как раз-таки самая горячая пора, потому что сроки на подачу заявления о получении субсидий, они ограничены. Соответственно... То есть нужно еще и успеть подать заявление, да? Да. Проблема в том, что предпринимателю или юридическому лицу нужно успеть подать это заявление. Давайте сразу озвучим эти сроки. Заявление на получение субсидий за апрель месяц, оно выдается за два месяца, за апрель и за май на каждого штатного сотрудника в размере 12 130 в размере МРОТа. Срок подачи заявления на субсидию за апрель до первого июня, соответственно, за май до первого июля. На текущий момент, с учетом того, как написан закон, возможности подать сразу за два месяца в июне не будет, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь себе сами, подайте заявление на получение субсидий до первого числа. Хорошо, спасибо. Скажите, пожалуйста, а вот какие меры поддержки на сегодняшний день уже реализованы налоговой службой? До какого срока на паузу поставлены контрольные выездные мероприятия по применению мер взыскания за должность? И введен ли мораторий на возбуждение дел о банкротстве? Кого это коснется? На самом деле у нас мораторий установлен и 409-м постановлением, и он продлевается постоянно письмами внутренними службы. Мы, соответственно, на текущий момент, во-первых, не применяем никакие меры взыскания. Официально до 1 июня у нас приостановлено проведение выездных налоговых проверок, соответственно, и всех сроков, связанных с выездной налоговой проверкой, в части рассмотрения материалов проверок, представления возражений и так далее. То есть у нас все проверки выездные на стопе. Соответственно, пока в текущем режиме, это до 1 июня. Ждем, будет продлеваться или не будет, пока однозначно сказать нельзя. А у нас абсолютно приостановлены все проверки проведения, соблюдения законодательства о применении контрольно-кассовой техники. Причем это ограничение, оно не ограничено первым числом. Скорее всего, до конца года мы эти проверки проводить в этом году не будем. Из того, что уже реализовано, это перенос сроков уплаты налогов. Соответственно, если организация, а какая-то организация относится к пострадавшей отрасли, соответственно, она включена в реестр субъектов МСП, то ей автоматически переносится практически все сроки уплаты налогов. Здесь стоит отметить, что у нас на уровне областного правительства принято постановление, в соответствии с которым перенесены сроки уплаты налог по упрощенной системе налогообложения и по вмененной системе налогообложения на 3 месяца, вне зависимости от отнесения предприятия к какому-либо АКВДу. То есть они перенесли для всего реестра субъектов МСП. Если организация относится к пострадавшим отраслям, при этом не включена в реестр субъектов МСП, это, как правило, крупная организация с большой численность сотрудников или еще по каким-либо причинам не соответствующие критериям отнесения к субъектам МСП, у них есть возможность обратиться с заявлением о представлении от срочки по уплате налогов. То есть если у вас АКВД соответствует пострадавшим отраслям, перечень которых тоже утверждается постановлением правительства, он постоянно обновляется, немножко меняется, там уже порядка четырех постановлений есть. Так вот, если у вас АКВД соответствует, но вы не относитесь к реестру субъектов МСП, вы можете обратиться в налоговую с заявлением о представлении от срочки по наступившим срокам уплаты. Соответственно, эта отсрочка будет предоставлена. Тут важно понимать, что механизм отсрочки реализован очень в упрощенном виде. Соответственно, если раньше там нужно было собирать пакет документов, там должны соответствовать критерии баланса, то на текущий момент, если у вас АКВД соответствует, вы просто пишете одно заявление. Ну, в электронной форме, да, разумеется? Можно в электронном виде, можно на бумаге, по большому счету без разницы. У нас, кстати, заявления все на бумаге. У нас установлены боксы во всех налоговых органах, во всех инспекциях. Вы можете абсолютно спокойно принести в этот бокс документ, оставить. Можно гарантировать, что он точно никуда не денется, никто его не украдет, он будет зарегистрирован. Потом можно позвонить в телефон, вам регистрационный номер скажут. Как только у нас начнется прием граждан, вам, соответственно, там все отметки, и отдадут копию этого документа с отметкой о приеме, поэтому переживать по этому поводу не надо. Да, спасибо. Соответственно, подается заявление на получение отсрочки и обязательство о соблюдении ее условий. То есть вы обязуетесь, что вы образно через полгода, да, на который отсрочка предоставлена, произведете оплату. Никаких гарантий, если срок до полугода, то есть ни поручительства, ни банковских гарантий не нужно. То есть сделано максимально упрощенно, просто по двум документам можете получить отсрочку, если у вас ухудшились показатели деятельности, там, в частности, выручка упала более чем на 10%, вы получили убытки и так далее. То есть процедура максимально сделана, чтобы платильщики могли в текущих условиях отсрочить оплату налогов. Все, что касательно переноса сроков, очень важный момент, не все это знают, не все это понимают. Срок переносится, там, в зависимости от вида налога, там, на полгода, на три месяца и так далее. Так вот, по истечению этого срока, да, когда наступит срок уплаты перенесенной, вы не всю сумму платите сразу. То есть тот платеж, который вы должны были произвести, к примеру, за первый квартал, он еще разбивается на 12 месяцев, вы платите по одной двенадцатой. То есть по большому счету эта отсрочка, это перенос сроков, он предоставлен вообще на полтора года всем предприятиям из реестра МСП и из пострадавших отраслей. На самом деле таких организаций у нас достаточно много. Спасибо. Все-таки давайте поподробнее мы еще с вами поговорим о предоставлении субсидий в размере одного МРОТа. Как вы сказали, я повторю, это на каждого сотрудника 12 130 рублей. Скажите, пожалуйста, вот кто может претендовать на получение, как ее получить и какова процедура получения субсидий? Ну, давайте начнем с того, кто может претендовать. Там есть несколько условий на получение этой субсидии. Самое важное, с чего нужно начать организация, это код АКВЭД, чтобы был отнесен к пострадавшим отраслям, и чтобы организация относилась к реестрам субъектов малого и среднего предпринимательства. Если эти критерии соответствуют, соответственно, там очень важный заложен критерий, механизм сохранения численности сотрудников. То есть организации в апреле и в мае месяце по сравнению с мартом не должно снижаться численность сотрудников более чем на 10%. То есть не должны быть уволены, да, в первую очередь? Не должны быть уволены люди, потому что в первую очередь направленность этой субсидии как раз-таки на поддержку работников, на сохранение рабочих мест, хотя по большому счету она не целевая, и не обязательно нужно тратить на выплаты сотрудникам или на зарплату. То есть работодатель не отчитывается, да? Да, очень важный момент. Там нет обязанности отчитываться вообще про расходование этих средств, за этим как бы никто не следит. То есть субсидия выделяется именно на сохранение рабочих мест, поэтому очень важный критерий, чтобы организации сохранялась численность. И по опыту уже мы месяц работаем по приему этих заявлений, и вопросов достаточно много возникает, потому что, как считается численность вообще, откуда она берется? Численность учитывается по отчетности с АЗВМ, которая представляется в пенсионный фонд, до 15-го числа месяца следующего за отчетным. То есть база для выплат, соответственно, берется на 15 марта, по отчетности за март, которая сдана до 15 апреля. До 15 апреля. До 15 апреля, то есть это количество сотрудников берется за базу для выплат, все эту отчетность уже представили, она в пенсионном фонде. И, соответственно, следующий отчет до 15 мая, он за апрель. И до 15 июня, соответственно, он за май. То есть пока мы можем рассчитывать, вернее, малый бизнес-предприниматели могут рассчитывать на три месяца выплаты на каждого сотрудника по МРОД. Да. По 12 130 рублей. Соответственно, если у вас критерий численности сохраняется, а в этой отчетности учитывается не только штатная численность организации, там в том числе учитываются договоры ГПХ, если организации заключенных. И идеология, в принципе, закона такова, что рабочие места сохранялись не только в штатных численностях, но и в договорах ГПХ, потому что это тоже, в принципе, люди работают. Конечно. Поэтому, когда возникает вопрос, что у меня вроде как штат сохранился, а договоры ГПХ уменьшились, причем уменьшились значительно, потому что все-таки в законе любых 10% заложен, соответственно, такой плательщик, к сожалению, субсидию эту получить не сможет, потому что он не проходит по критерию сохранения численности. Итак, как оформить, как получить? Как оформить, как получить? Подается заявление, есть несколько способов его подачи. Самое простое и для нас, и самое быстрое с точки зрения получения субсидии, это личный кабинет налогоплательщика, либо телекоммуникационный канал связи, то есть есть формализованная форма, которая по ТКС подается, она автоматически грузится у нас в систему, соответственно, налогоплательщик может быть уверен, что в кратчайшие сроки это заявление рассматривается, и если все критерии соответствуют, отправляется на выгрузку в федеральное казначей, соответственно, денежки приходят на расчетный счет. Более долгий способ, но не менее, скажем так, надежный способ, это, ну, просто немножко дольше по времени, потому что связано с тем, что заявление подается на бумаге, опять-таки, через боксы инспекции, это заявление вносится руками в систему, просто затраты времени на внесение тоже они есть, потому что заявлений, говорю, достаточно много. По статистике у нас заявлений на бумаге примерно половина подана из всех поданных на текущий момент на получение субсидий, то есть достаточно большое количество, они, соответственно, вносятся в систему, и дальше процесс такой же. Я сказал не обо всех критериях, да, которые указаны в законе на получение субсидий, там еще есть критерий, чтобы организация не находилась в процедуре ликвидации либо банкротства, ну, это понятно. Соответственно, есть критерии, чтобы организации не было задолженности на 1 марта. По заработной плате сотрудников? Нет. Нет вообще абсолютно всей задолженности по уплате налоговых платежей. Если мы говорим об индивидуальных предпринимателях, то в том числе учитывается и задолженность физического лица по уплате имущественных налогов, да. Но были внесены изменения в закон. В первоначальном виде она бралась на 1 марта, и с ней ничего сделать было нельзя. Были внесены изменения в закон. То есть, если вам приходит отказ на получение в связи с наличием задолженности, вы оплачиваете, соответственно, эту задолженность, на текущий момент заново подаете заявление, и, соответственно, субсидия в таком случае вам будет предоставлена. И очень важный критерий, на самом деле, наибольшее количество отказов, которые есть на текущий момент, они связаны именно с тем критерием, который я сейчас озвучу. В законе прописано, что сведения о расчетных счетах, на которые будут перечисляться субсидии, они должны быть в базе налоговых органов. Да. Соответственно, у нас, к сожалению, складывается ситуация, что у нас у очень многих индивидуальных предпринимателей нет расчетных счетов. Соответственно, тоже, опять-таки, пошли навстречу, можно получить на банковский счет. Но сведений не обо всех счетах физических лиц есть в нашей базе. Соответственно, если в базе не будет счета, мы деньги на указанные реквизиты перечислить не сможем. Тоже понятно, зачем это сделано. Это сделано в избежании мошенничественных действий, чтобы третьи лица, воспользовавшись вашими данными, на свои счета не могли получить денежные средства, ваши субсидии. Соответственно, идет отказ, что счета нет в базе. Что же делать? Тут есть два варианта. Первый вариант. Я объясню причину, по которой счета, к примеру, в базе может не быть. Но такая причина неочевидная, но, к сожалению, которая есть, это банк нам сведения не выгрузил. Соответственно, нужно связываться с банком и спрашивать, почему вы не выгрузили сведения о моем счете открытом. Либо причина объективная. У нас банки о счетах физических лиц. Сведения выгружаются с 2014 года. Соответственно, если счет открыт ранее, то его однозначно не будет. В этом случае вам нужно пойти открыть новый расчетный счет и подать новое заявление. Потому что, к сожалению, не проверив, что этот счет именно ваш, мы денежные средства перечислить вам на этот счет не сможем. Подождите, Глеб Александрович, ну когда заполняется заявление на получение вот этой субсидии, там наверняка ведь есть строка «Расчетный счет». Да, там есть реквизиты счета. Да, реквизиты. Да, в том-то и проблема, что указывается счет, которого нет у нас в базе. А у нас база федерального уровня, соответственно, у нас обмен с банками. То есть мы должны удостовериться, что тот счет, который вы указали в своем заявлении, он принадлежит непосредственно вам. А кроме как, получив эту информацию, обратной связью от банков, мы удостовериться в этом никак не сможем. Понятно. Спасибо. Я хочу еще раз напомнить о работе бесплатного справочного телефона контакт-центра ФНС России, действующего на всей территории Российской Федерации. По данному телефону можно получить информацию справочного характера о приеме физических лиц и юридических, порядке рассмотрения обращений, также о работе интерактивных сервисов, разработанных ФНС России в помощь налогоплательщику. Проконсультирует по самым актуальным вопросам налогового администрирования, вне зависимости от места регистрации и местонахождения налогоплательщика, а также сориентирует по мерам поддержки пострадавшего бизнеса в период распространения COVID-19. Общий федеральный справочный телефон единого контактного центра ФНС России 8 800 7 2. Практически любую налоговую услугу можно получить в режиме онлайн. Более 50 онлайн сервисов, доступных на сайте ФНС России, налог.ру и в мобильных приложениях. Большинство вопросов можно решить, воспользовавшись личным кабинетом налогоплательщиков или официальными интерактивными сервисами. Для упрощения навигации на сайте ФНС России создана специальная система, которая по введенному ИНН-компании или индивидуальному предпринимателю подскажет, какие меры государственной поддержки относятся к конкретному плательщику и как ими воспользоваться. Скажите мне, пожалуйста, Глеб Александрович, а вот полученная субсидия облагается ли налогом? На самом деле вопрос неоднозначный. Сама получение субсидии, оно ничем не облагается. То есть никакими доходами сам факт получения субсидии не облагается. Но если мы пойдем дальше в расходование этой субсидии, то на текущий момент в том состоянии, в котором есть законодательные акты, если вы за счет этой субсидии будете выплачивать заработную плату, соответственно, эти выплаты будут облагаться зарплатными налогами, соответственно, НДФЛ и страховыми взносами. Но тоже надо учитывать, что в этом году у нас ряд послаблений в части снижения ставок по страховым взносам. Тоже очень много вопросов возникает. Принят в начале года закон федеральный, в соответствии с которым выплата свыше минимального размера оплаты труда. То есть если человек получает образно 18 тысяч рублей, то 12-130 облагается у него по 30%, а разница, соответственно, облагается уже по 15%. То есть все вот эти вот преференции в части выплат заработной платы с использованием субсидий, они будут действовать. Скажите, пожалуйста, а вот где предоставлен перечень, чтобы самостоятельно оценить свои возможности? Можешь ли ты рассчитывать на выплату МРОД? Или, ну, проще говоря, чем поможет сайт ФНС? Есть ресурс на федеральном сайте налоговой службы. Там есть, во-первых, два ресурса очень удобных. Первый ресурс – это меры поддержки. Соответственно, вы заходите, с помощью ННН своего можно понять, на какие меры поддержки вы можете рассчитывать. И следующий отдельный ресурс, который непосредственно посвящен получению субсидий, то есть вы, зайдя на сайт... Все понятно, просто... Однозначно заметите, потому что это наиболее сейчас востребованные сервисы, которые в вкладочке сразу вылазят, то есть мимо точно не промахнетесь. Соответственно, на этом сервисе есть возможность заполнить заявление на получение субсидий, есть возможность проверить, подходишь ли ты по первичным признакам для получения субсидий, по таким, как АКВЭД и, соответственно, наличие в реестре субъектов МСП. Есть сервис, который позволяет отследить ход рассмотрения твоего заявления. Скажу, опять-таки, не всегда оперативно обновляется информация и корректно работает информация именно по отслеживанию хода рассмотрения заявления. Поэтому, если вы там видите, не дай бог, какой-нибудь отказ по какой-нибудь причине и явно понимаете, что этого у вас нет, например, снижение численности, а вы знаете, численность не снижалась, пожалуйста, не надо паниковать, позвоните в любую абсолютную инспекцию, можно позвонить в управление. У нас есть группа в телеграм-канале, куда можно написать ННН. Я там сам лично отвечаю, соответственно, проверю по ННН, будет ли отказ или не будет, и если будет, то какая причина. То есть вы аргументируете обязательно? Обязательно, да, причем в кратчайшие сроки, чтобы человек, если есть какие-то проблемы, к примеру, связанные со счетом или с наличием задолженности, чтобы человек успел поправить и заново подать заявление. Поэтому, пожалуйста, пишите, обращайтесь. Я честно, оперативно очень стараюсь на все это отвечать. Скажите, пожалуйста, вот эта поддержка оказывается малому и среднему бизнесу. Если, к примеру, численность коллектива 100 человек, каждый может рассчитывать на такую? Да, да. Вообще у нас предприятие из реестра МСП с численностью до 250 человек. Соответственно, если у тебя 250 человек, там 249, то ты за каждого человека получишь 12 130. Вы не раз в программе сегодня говорили, что очень много нападается заявлений, обращений, вы с ними работаете. Но все-таки можно обозначить ли сейчас какие-то вот сроки получения этих денежных средств? Потому что они необходимы сейчас для поддержки. Сроки, на самом деле, они очень короткие. Есть пример, когда заявление подано с утра, вечером человек уже получает деньги. Но это относится, важно понимать, в первую очередь к личному кабинету, к заявлениям, поданным через личный кабинет и к формализованным заявлениям по ТКС. Расшифруйте, пожалуйста. Ну, телеканал связи. То есть у нас сейчас все это знают, у нас практически все декларации представляются по этим же каналам связи. То есть там есть определенная форма документа, загружается то это заявление, отправляется и быстренько попадает там в систему. То есть минимальный срок, это вообще в течение дня. Средний срок, ну, дня 3-4. Если заявление на бумаге, ну, максимальная это неделя, с учетом того, что, важно понимать, да, что все реестры на отправку в федеральное казначейство, они формируются на федеральном уровне. Соответственно, там есть очередь загрузки этих заявлений, связанных там с пропускными способностями, каналов банков и так далее. То есть это такой технологический процесс. Но с нашей точки зрения мы стараемся максимально все быстро сделать. То есть если вы приносите к нам заявление на бумаге, оно однозначно в течение этого же дня, когда его принесли, если вы, конечно, его не принесли за пределами рабочего дня, будет вбита в систему. И, соответственно, система уже начнет проверку по этому заявлению. Но все-таки стоит еще раз напомнить, что подавать быстрее и удобнее через... Через личный кабинет, либо по телекоменционным каналам связи. Хорошо. Вот скажите, пожалуйста, индивидуальный предприниматель без наемных работников может ли рассчитывать на данную субсидию? И, опять же, за какой период нужно подать это заявление? Порядок абсолютно такой же. Индивидуальный предприниматель без наемных работников также получает 12 130 рублей на самого себя. Индивидуальные предприниматели с наемными работниками, у них численность учитывается плюс один. То есть помимо того, что он получает на всех своих наемных работников, он еще получает выплату эту на себя. Глеб Александрович, малый и средний бизнес получит субсидии в полном объеме, либо все-таки сотрудники таких предприятий устроены или приведены, скажем, на полставки? Там выплата, она привязана к отчетности с СЗВН, то есть просто к голой цифре. Там вообще не имеет значения ставка, на которую устроен работник. То есть если у вас этот человек есть в отчетности с СЗВН за март месяц, то вы, соответственно, денежные средства в этом размере и получите. Вот давайте все-таки еще поговорим о вот этих выплатах. Ведь люди подают, ФНС выплачивает. Скажите, пожалуйста, вот все-таки упрощено взаимодействие с налоговой службой? Ну, вообще эта программа, на самом деле, она в очень кратчайшие сроки разрабатывалась, сделана максимально так, чтобы ограничить контакты, чтобы людям было удобно это подать, удобно и быстро ее получить. То есть я приведу простой пример. Да, пожалуйста. Раньше для отправки заявлений, для регистрации в личном кабинете нужна была электронно-цифровая подпись. Вот на текущий момент вы можете без квалифицированной ЦП зарегистрироваться и получить пароль от личного кабинета индивидуального предпринимателя. То есть служба, со своей стороны, максимально все сделала, чтобы людям это упростить. Опять скажу, наибольшее количество сложностей связано с банковскими счетами. Но, к сожалению, мы должны это вместе с плательщиками решить. Мы со своей стороны как можем стараемся помогать. То есть мы сами направляем запросы в банки, если нам человек заявляет счет. Опять-таки важно понимать, что банки там отвечают в течение трех дней. То есть мы максимально делаем все, чтобы подданное заявление обработать, и чтобы оно завершилось положительным для плательщика результатом. Глеб Александрович, скажите, пожалуйста, а вот в Самарской области все-таки сколько представителей малого и среднего бизнеса уже обратились за поддержкой и получили субсидии? Ну вот сервис работает, налажено. На самом деле у нас на текущий момент заявлений, соответствующих критериям всем, уже согласованных, которые направлены на выплату, порядка 16 тысяч. Соответственно, сумма выплат, который уже выплачен на текущий момент, порядка 700 миллионов рублей. По прогнозам, без учета критериев сохранения численности, задолженности, соответственно, наличия сведения о ликвидации либо о банкротстве, у нас вообще юридических лиц с такими акведами, включенных в реестр МСП, порядка 35 тысяч. То есть люфт еще на самом деле есть, и те люди, которые еще этого не сделали, могут обратиться и эту субсидию получить. Вот как раз подводя итог нашему с вами разговору, я хочу предоставить вам заключительное слово для обращения к нашим уважаемым телезрителям, о чем нужно помнить, что нужно знать, если вы рассчитываете получить эту субсидию. Пожалуйста. Повторюсь, первое, что вы должны сделать, это проверить аквед и отнесение к субъектам малого или среднего предпринимательства. Зайдите на сайт налог.ру, там нужен только ИНН. Нажмите на одну кнопку и поймете, можете вы рассчитывать или нет. Если можете, не забудьте, что срок подачи за апрель до 1 июня осталось несколько дней. У нас боксы в инспекциях, они работают в выходные дни, то есть вы можете принести это заявление хоть в крайний день, но обязательно его принесите. Потому что если вы сделать это не успеете, вы рискуете остаться без субсидий за один из месяцев. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны и позаботьтесь себе сами. А мы, со своей стороны, готовы максимально помогать вам с заполнением этих заявлений, чтобы вы в кратчайшие сроки могли получить поддержку от государства. Спасибо вам большое за ту информацию, к которой вы пришли и поделились нашими уважаемыми телезрителями. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город С». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин